В прошлый раз Илона рассказывала нам историю Есфири и Мордахея. Есфири могла выбрать спокойствие и комфорт жизни во дворце, но Мордахей напомнил ей о ее призвании. Ей суждено было сыграть непростую роль в то смутное время. Бог хотел с ее помощью принести людям спасение. Знаете, я думаю, одной из самых больших проблем, с которой мы сталкиваемся, как церковь на Западе, это и есть опасность комфорта, комфортного дворца. Но для Есфири тот дворец не был лишь беззаботным и безопасным домом, но тем местом, где она смогла принести спасение своему народу. Церковь не предназначена лишь для того, чтобы служить надежным убежищем в этом большом и злом мире. Нет, церковь создана как город, куда люди свободно могут прийти и просить о помощи, укрепить свои силы для того, чтобы снова отправиться в большой мир и приносить там добро другим. Бог, если все идет как надо, вас уже исцелил. Исцелил, потому что он вас любит. Один из самых прекрасных моментов жизни — это жить с жизнью, которая выходит за рамки вашей собственной жизни. Настолько она огромна. Жить и помогать другим людям, чтобы они почувствовали любовь Отца. Это и есть высшая цель, представляющаяся перед нами. Об этом я и хочу сегодня поговорить с вами. Любить, как Иисус. Нам всем есть чему у Него поучиться. Если мы посмотрим, как нас любит Иисус, мы увидим, насколько неповторима Его любовь к нам. Иисус остается для нас идеальным примером любви к ближнему. Питер говорил уже нам, что каждый в какой-то мере знает имя Иисуса. Одни скажут, да, Он существовал, а другие будут отрицать это. Но те, кто верят в Его существование, скажут вам, что Он был хорошим человеком. Его имя назовут вместе с именем матери Терезы, Ганди, Нельсона Манделлы. Но мы же с вами знаем, что Иисус был не просто хорошим человеком. Мы с вами знаем, что Он Всевышний. Он спаситель мира. Спаситель нас с вами. Аминь. Когда мы представляем себе короля, то мы думаем о дворце, о слугах, о том, что вокруг него занято много людей, облегчающих его быт, чтобы он мог заниматься великими делами и не думать ни о чем посторонним. Послушайте, что говорится в Библии о нашем короле, об Иисусе. Ибо в вас должны быть те же чувства, какие и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением, быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Смирил себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы перед именем Иисусом преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних. И всякий язык исповедовал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. Иисус осознанно уничижил себя самого, приняв образ раба. Мы можем сказать, что Он оставил все на небесах, оставил свою привычную, комфортную и безопасную жизнь и пришел сюда, на эту землю. Он не побоялся смерти и унижения, приняв образ раба, лишился всего ради нашего с вами спасения. Не это ли всепоглощающая, бескорыстная любовь? Иисус, равный Богу, пожертвовал всем тем, что было у Него ради нас. Он отдал нам свою любовь. Он ни о чем нас не просил. Он пришел, чтобы отдать нам свою любовь. Перед самой своей смертью Иисус сидит и разговаривает со своими учениками. Мы почитаем из Библии Его последние слова. «Заповедь новую даю вам, долюбиться друг друга. Как Я возлюбил вас, так и вы, долюбиться друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой». Он сказал нам, «Я заповедь новую даю вам». В чем же она заключается? Ведь Он уже говорил нам о том, что мы должны возлюбить Бога и ближнего Своего больше, чем Себя Самого. Но Иисус идет дальше и приоткрывает нам понимание этого. Нам нужно понимать всю картину происходящего, рассматривать заповедь в контексте происходящих событий. Давайте рассмотрим все во взаимосвязи. Иисус говорит нам, «Любите друг друга так же, как и Я возлюбил вас». Я показал вам пример. И это была совершенно другая любовь. С этой стороны никто еще не рассматривал ее так, как это показал нам Иисус. Евреи воспитывались по-другому. Око за око, зуб за зуб. Но Иисус же сказал нам, «Нет, я даю вам новую заповедь». Раньше никто не знал, что можно любить так, как показал нам Иисус. Незадолго до того, как Иисус поделился с нами этой заповедью. В горнице произошло то, чего никто не ожидал. Перед праздником Пасхи, Иисус, зная, что пришел час Его перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что, возлюбив своих сущих в мире, до конца возлюбил их. Встал с вечери, снял с себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, припоясался. Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был припоясан. Снял с себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, припоясался. Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам. и отирать полотенцем, которым был припоясан. То, что здесь произошло, особенно важно. Иисус омывал ноги ученикам, в то время никто не хотел браться за эту работу. Они раньше не сидели, а лежали за столом. Поэтому с грязными ногами никто не ложился за стол. Ведь никому неприятно, когда грязные ноги соседа находятся прямо перед вашим носом. Эту работу даже рабы не хотели делать. Ее оставляли для новеньких рабов, им доверяли омывать ноги. Никто добровольно не вызывался выполнять это задание. Я работал в логистике Макдональдса, и там тоже была работа, которую никто не хотел делать. Составлять коробки с замороженной картошкой фри. Температура на складе была такой, что на носу сосулька вырастала. В холоде, составляя огромное количество коробок, нужно было проводить целый день. Мы в Барнефельде любим картошку фри, да? Поэтому и работа у нас была хоть отбавляй. Никто никогда по доброй воле не хотел сменить человека, занимавшегося этой работой. Но вы знали, вам говорили об этом коллеги, что не все так плохо, и вам понравится. В какой-то момент вам нужно было перейти из холодного отдела склада в прохладный, а затем в сухой. И вот там можно было ехать на тележке и развозить напитки, сироп, колу. И то была прекрасная работа. Но никто добровольно не соглашался выполнять эту работу. То, что сделал Иисус, несравнимо с тем, как я складывал коробки с картошкой фри в Макдональдсе. Но тем, если бы королева Максима постучалась к нам и спросила, «Можно я буду складывать коробки с картошкой у вас на складе?» А мы всем коллективам ответили бы ей, «Да, конечно». Вот это и произошло тогда. Иисус принялся за грязную работу. Его ученики видели это своими глазами. Ученики же не хотели делать эту работу. Они чувствовали себя выше этого. Думаешь, «Я буду это делать?» Нет, он новенький. Он будет делать. Он пришел последним. Иоанн думал, «Меня любит Иисус». Эта работа не для любимого ученика. Другой же думал, «Я сижу тут, рядом с Иисусом, и не хочу потерять такое хорошее место. Это мое место. Я буду сидеть здесь». И вот так по кругу они думали об одном и том же. В то же время это нормально. Мы все склонны, увидев нужду, отвернуться на минуту, посмотреть, «Может, кто-то другой поможет, сделает это за меня?» «Нужно ли мне браться за это?» И, конечно же, если эта работа повредит вашей репутации, если это что-то сложное, а у вас много работы, тогда мы еще раз смотрим вокруг. Может быть, кто-то все же возьмет это на себя. Но Иисус встает и делает грязную работу. Он моет ноги своим ученикам. Они были шокированы. Многие из нас знают эту историю. Да, это хороший пример. И мы должны мыть друг другу ноги. Но в то же время его ученики были действительно шокированы. Не может этого быть. Иисус будет омывать нам ступни. Тот факт, что Иисус сам стал и сделал это, уже многое говорит. Но Иисус же не просто так принялся за эту работу. Не для того, чтобы мы в церкви могли рассказать интересную историю. Иисус показал пример любви к ближнему с обетованием того, что мы будем любить ближнего своего, как самого себя, как говорится в Библии. Тогда мир увидит, за кем вы следуете. Люди не увидят, кому вы поклоняетесь, через ваши чудеса, добрые дела и поступки. Но через ту любовь, с которой вы относитесь друг к другу, мир увидит, что вы дети Всевышнего. Иисус сам говорит, «Я пришел сюда не для того, чтобы мне поклонялись. Я не пришел быть королем. Тот, кто хочет быть самым важным для всех, должен всем помогать». Мы, дор-брейкерс, призваны помогать людям вокруг нас, дарить им бескорыстную любовь, которую нам дарил Иисус. Мы призваны помогать людям в беде, а не отворачиваться. Мы должны, прежде всего, спросить, могу ли я лично чем-то помочь. Бог призвал вас помогать ближнему в беде. Однажды у меня был выходной. Мы решили что-нибудь предпринять и поехали на поезде. И вот поезд остановился на остановке. Люди входили и выходили. Двери закрылись. Поезд тронулся. Вдруг я услышал громкий детский плач. Я осмотрелся. Увидел, что их мама стояла еще на перроне. Они кричали «Мама! Мама!» И первое, что я подумал, «Что же мне с этим делать?» Я бы тоже на их месте закричал. Я был молод. У меня выходной, понимаете? И вдруг такое. Двое плачущих детей. Я посмотрел вокруг. Не встанет ли кто? Но никто не вставал. Я подошел к детям, попытался их успокоить. Мы сейчас подождем с вами следующую остановку. Выйдем, купим мороженое и будем ждать маму. Мама приедет за вами на следующем поезде. Знал ли я наверняка, что она приедет? Нет. Но мне же нужно было что-то сказать детям. В конце концов, так и случилось. Приехала мама вся в слезах. Поблагодарила меня, и они сели в следующий поезд. Мне же пришлось ждать своего поезда. Но несмотря на то, что это стоило мне времени, энергии, денег, я сделал что-то особенно хорошее в тот день. Я не помню, чем мы с друзьями решили заняться в тот день, но он был хорошим. Если вы будете жить и помогать другим, то вас благословит Бог. Скажу я вам, и ваша собственная жизнь станет особенно прекрасной. Давайте же посмотрим на четыре урока о любви к ближнему, которые оставил нам Иисус. Я уже говорил, что весь мир увидит, что мы последователи Его, и насколько добр к нам наш Небесный Отец. Первый урок. Любовь Иисуса видно через Его обязательства. Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что, возлюбив Своих сущих в мире, до конца возлюбил их. Представьте себе, Он знал, что пришел Его час, что Он умрет ужасной смертью. Всей Своей жизнью Иисус нам показывает, что любовь — это обязательство. Он возлюбил нас до конца, зная, что Его ждет в конце, что все Его покинут. Он любил их до конца, зная, что они покинут Его, предадут и забудут любовь Его. Это и есть божественная любовь. Это идеальная любовь. А не так, если ты мне, то и я тебе. Это безусловная любовь. В Библии мы встречаем и братскую любовь, дружескую привязанность, но это не то. Это бескорыстная, всепоглощающая любовь. Она глубже и выше, чем всякая любовь. Любовь — это не нечто, не связанное с Богом, что Он может дать вам. Но, как сказано в Библии, Бог и есть любовь. Это Его ДНК, состоящая из любви. Если вы встречаете Бога, то вы встречаете саму любовь. Поэтому люди, увидев, как мы любим друг друга, увидят и любовь Отца нашего к нам, детям Его. Потому что они в этой любви увидят Бога. Об этом сказано в Евангелии каждому нуждающемуся, каждому болящему, нуждающемуся в исцелении. Помогал Иисус. Все они встречались с бескорыстной любовью, и нужды их были удовлетворены. Любовь Иисуса уникальна. Это не та любовь, которая прекращается, если мы совершили ошибку. Его любовь помогает нам наполнить себя, стать лучше и исправить свои ошибки. Любовь Иисуса не похожа на детский праздник, когда дети говорят друг другу. «Если ты меня пригласишь, то я тебя тоже приглашу. Если ты это сделаешь, то я тебе тоже помогу». Нет. Любовь Иисуса сама по себе обязательство идти до конца, несмотря ни на что. Любовь Иисуса постоянно, неизменно. Она ни от чего не зависит. Она сама и есть. То обязательство, которое Иисус выполнил перед нами до самого конца. Она не изменится даже тогда, когда мы изменим свое отношение к Нему. Его любовь неизменна. Он не выбирал из своих учеников, кому мыть ноги, а кому нет. Он не говорил, «Петр, ты не верил в Меня, но потом ты привел ко Мне три тысячи людей. Пойдем, я все же помою твои ступни». Иисус, безусловно, омыл ступни всем. Я перехожу к моему второму утверждению. Любовь Иисуса не остановится даже перед Его злейшим врагом. Если мы хотим любить так, как Иисус, то мы должны понять, Его любовь не останавливалась перед злейшим врагом. Можем ли мы пойти так же далеко в своей любви к людям, как это делал Иисус? И во время вечера, когда дьявол уже вложил в сердце Иуде Симонову Искариоту предать Его, Иисус знал об этом и все же послужил Ему. Будьте честны перед Собою. Как бы вы поступили на Его месте? Если бы вы знали, что этот человек предаст вас, я бы подумал, стоит ли мне служить Ему. Я бы не посмотрел даже на Него, может быть, ухмыльнулся и прошел мимо гордой походкой, подумав, кто ты такой, чтобы я служил тебе. Я знаю, кто ты. Иисус дает нам понять, что путь истинной любви — это необозримо, а важный путь, имеющий наибольшее влияние. Любовь — это самое сильное, что у нас есть в этом мире. У вас есть сила, способная менять все. В сущности, Иисус еще раз предлагает Иуде отказаться от своего предательства. Он еще раз говорит ему, «Иуда, я люблю тебя, и я хочу служить тебе моей любовью». Если Иисус мыл ступни Иуде, то он был бы рад и нам всем омыть ступни. Нам всем очень нужно, чтобы Иисус омыл наши ступни. Сердце Бога огромное. Бог Отец полон любви к нам. Он так справедлив, что не желает терять ни одной человеческой души. Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают, то медленнее, но долго терпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Любовь Иисуса всеобъемлюща. Она не исключает никого. Он хочет, чтобы все смогли познавать Его любовь. Никто не может сказать, «Бог был несправедлив ко мне». Я не смог получить Его милость. Поэтому для нас так важно показать миру, что у Бога нет исключений. Что бы вы ни сделали, что бы вы ни собирались сделать в будущем, любовь Иисуса настолько огромна, чтобы принять вас. Он пришел ко всем людям, кто не знал Его любовь. Он сам говорил нам, здоровым ни к чему доктора. Он имел в виду религиозных людей. Больным же доктора нужны, поэтому Я и пришел к вам. Другими словами, Иисус пришел для того, чтобы своей любовью заполнить все ваши пробелы, все то, чего вам так не хватает. Я задаю себе вопрос, как же такое возможно, что Иисус любил нас безгранично и безусловно? Почему Он любил всех своих учеников, зная, что все они оставят Его, а один из них предаст? Как же Он мог оставить свое место у Всевышнего и стать рабом? Ведь Он был выше всех. Ему не нужно было делать ничего подобного. Он мог бы позвать всех ангелов, и они бы омыли ступни Его учеников. Ему совсем не нужно было делать это самому. И во время вечера, когда дьявол уже вложил в сердце Иуде Симонову Искариоту предать Его, Иисус, зная, что Отец все отдал в руки Его, и что Он от Бога и шел и к Богу отходит, Он знал, какая у Него есть власть, и знал, кто Он такой, и знал свое происхождение. Стал с вечерем, снял с себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, припоясался. Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был припоясан. Мое третье утверждение — любовь Иисуса исходит от Его личности и происхождения. Иисус намеренно снял с Себя одежды. Он выбрал снять с Себя все, говорившее о Его происхождении. У вас получится любить сверхмеры, когда вы знаете, откуда вы, кто вы такой. Иисус знал о своей власти. Отец отдал все в Его руки. Он знал, откуда Он и куда Он идет. Другими словами, Он знал, кто Он. Он знал свое место и свое призвание. И это самое прекрасное, чтобы протянуть руку другому человеку. Когда вы находитесь в гармонии с собой, вы знаете, зачем вы здесь и кто вы. У вас возникнет желание помогать другому, лишь только когда вы узнаете, что вы сами любимы Богом Отцом. Всегда заботящимся о вас и поддерживающим вас. Илона уже говорила нам, что Бог с лихвой восполнит все то, чего вам не хватает. Он Бог безграничной любви. Даже если мы в своих собственных глазах нехороши и недостаточно любимы другими, Бог восполнит все то, чего нам не хватает. Давайте еще раз почитаем из этой главы. Он подходит к Симону Петру, и тот говорит ему, «Господи, тебе ли умывать мои ноги?» И Иисус сказал ему в ответ, «Что я делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь после». Петр говорит ему, «Не умоешь ног моих вовек». И Иисус отвечал ему, «Если не умою тебя, не имеешь части со мною». Петр хорошо понял все то, что делал Иисус. Он сказал, «Я не достоин того, чтобы ты мыл мои ноги». Но он не понял лишь, что его недостоинность не от того, что он грешник и плохой человек. Но сама Божественная милость позволила Иисусу омыть его ноги. Перестройте свой образ мыслей. Поверьте, что вам нужна Божественная милость, а не думайте, что вы грешник, а вы недостоин ее. Если же вы не разрешите Иисусу омыть ваши ноги, то вы не сможете служить другим, вы не сможете омыть их ноги. Если вы не разрешите Иисусу омыть ноги вашим, вы другим не сможете омыть их ноги. Не сможете служить им, если вы слишком горды, чтобы позволите Иисусу первому полюбить вас. Тогда вы других любите только вашими собственными чувствами. Вы до сих пор не прочувствовали любовь Бога. Даже самый усердный, самый любимый ученик Господа, Петр нуждался в том, чтобы Иисус омыл ноги его. Даже Петру была нужна милость Господня. И мы с вами можем совершить подобную ошибку. Мы яро занимаемся нашими отношениями, церковью, и становимся такими же, как Петр. Мы знаем, что нам нужна Божья милость, но другим она нужнее. Намного нужнее, чем нам. Но нам всем нужна Божья милость. И может быть, мы считаем, вот он, большой грешник. Ему в первую очередь нужна милость Господа. А вот он, почти святой. И ему меньше нужна милость. Нет, мы все нуждаемся в нем, в его милости к нам. Всем. Никто не исключение. И пока мы с вами этого не поймем, мы не сможем в полной мере получить Божью милость для себя самих. Если мы любим не от себя, а от того, что мы сами сначала стали любимы и получили благодать и милость Божью, то мы делаем это открыто, не любуясь собой, не делая селфи, когда мы заняты чем-то хорошим, чтобы самоутвердиться и убедить в этом других. Если вы служите от настоящей любви, то вам не нужно признания. В Библии говорится, кто принизит себя под сильной рукой Господа, того он в нужный час возвысит. Любить любовью Господа — это не делать только хорошее, но делать хорошее с добрым, правильным отношением к этому. Вопрос в том, из какого источника исходит ваша любовь. Служатся ли вы как Петр? «Господи, я хочу для себя что-нибудь сделать, сфотографировать себя». Или же вы служите для того, что вы сами получили милость и любовь к Господу, и она внутри вас, и вы хотите подарить любовь другому. Самое прекрасное, когда вы понимаете, что Бог любит вас безусловно, не прося ничего взамен. Это и есть тот момент, когда вы готовы служить другим. Вы пришли ни с чем, а сейчас вы готовы делиться любовью, зная, что Бог поделился своей любовью с вами. Я перехожу к последнему, четвертому утверждению. Любовь к Господу всегда проявляется в его делах. Когда же умыл им ноги и надел одежду свою, то возлегший опять сказал им, «Знаете ли, что я сделал вам? Вы называете меня Учителем и Господом, и правильно говорите, ибо я точно то». Итак, если я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу, ибо я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что я сделал вам. Он говорит это нам. «Мы должны служить друг другу». Любовь Иисуса всегда проявляется в его делах. Иначе это всего лишь сострадание. Мы видели, как Иисус приходил к людям, и его трогали их проблемы. Мы ни разу не читали о том, что он прошел мимо и дальше отправился по своим делам. Нет, он освобождал всех. Он помогал им. И он исцелял их всех. И он накормил их. Каждый раз он проявлял любовь в делах своих. Он протягивал руку помощи. Он говорил доброе слово, прощал и восстанавливал. А вот она, любовь Иисуса. Он ведет нас к Богу Отцу, к Его сердцу. А вы спросите меня, как в нашем мире мы можем омывать друг другу ноги? Как нам служить друг другу? Как нам научиться любить так, как это делал Иисус? Павел хорошо говорит об этом. Братья, если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным. Носите бремена друг друга. И таким образом исполните закон Христов. Он говорит нам, направляйте друг друга на верный путь в духе кротости, а не в духе ненависти, наблюдая за собой, чтобы не быть искушенными. Другими словами, что случилось с другим? Могло и с вами случиться. Никто не совершенен. Каждый может ошибиться. Нам стоит помочь сделать правильный шаг в будущем, не осуждая. Лучше напомнить человеку, кто он такой в Иисусе Христе, чем указывать ему на его ошибки. Так поступил Иисус, придя к Закхею. Не напоминал ему, кем он был, но напомнил ему о любви Отца Невестного. Мы те, кто встанет, зная нашу силу, встанет после падения и снова пойдет. Мне много раз звонили люди, у которых были разные проблемы. Зависимость, например. И первое, что я им говорю, вы праведные. Начните благодарить Господа за то, кто вы есть. Конечно, вы стыдитесь о ваше чувство в смятении, но вспомните, кто вы есть. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов. Павел говорит нам, помогайте друг другу, если вам трудно. Так вы исполните закон Иисуса о любви друг к другу, об этом практическом применении, того, как учил нас любить Христос. Я хотел бы рассказать сегодня. Мы есть друг у друга. Все мы, как община, чтобы помогать другим. Если один упадет, другой поможет ему встать. Если кому-то трудно, то другой поможет ему. Разделят его тяготы. Это и есть цель общины, цель церкви. Так мы будем единым целым. Нам не нужно ждать, чтобы абстрактная церковь помогла нам. Но мы с вами и есть церковь. Мы с вами есть друг у друга. Мы с вами можем помочь друг другу. Позвонить, принести покупки из магазина, приободрить в трудный час, помолиться. Это и есть наше призвание. Представьте себе, если бы мы так любили друг друга, как Иисус любил своих учеников до самого конца. Представьте себе, что наша церковь – это то место, где мы делим наши беды пополам, где мы помогаем каждому, кто нуждается в этом. Представьте, что мы будем прощать так, как прощал Иисус. Он был распят на кресте за нас. Он был предан смерти, как преступник. И все же Он сказал, «Отец, прости их, ибо не ведают, что творят». Когда мы думаем о безусловной любви, то мы с вами думаем об Иисусе. И тогда мир увидит, что мы последователи Отца нашего Небесного. И Его любовь есть в нас. Наша церковь будет тем местом, куда пойдут люди, за спасением и исцелением. Я молюсь сегодня о том, чтобы мы увидели чужие беды и услышали кричащих о помощи. А сердца наши были готовы помочь людям рядом с нами. И чтобы мы с вами задавались вопросом, могу ли я помочь этому человеку? Иисус говорит, «Тот, кто хочет быть главнее всех, должен быть слугой для каждого». Когда вы начнете помогать другим, то вы ощутите, как Бог найдет вам применение. И вы почувствуете, что вы реализуетесь в своей жизни. Это необыкновенное чувство, когда вы помогаете другим. И Бог работает с вашей помощью. Дорбрекерс, вы должны это помнить. Давайте вместе помолимся, чтобы наши сердца открылись для помощи другим людям. Пожалуйста, давайте все вместе встанем сейчас. Закройте свои глаза и откройте свои сердца. Отец наш Небесный, мы благодарим тебя. Мы пришли к тебе. Я молюсь, чтобы наши глаза видели нужды других людей, чтобы наши уши слышали голоса, зовущих на помощь сегодня. И, Отец, я молюсь, чтобы наши сердца были готовы пойти по этому пути меньшинства. Иисус показал нам пример. Это была совершенно другая любовь. С этой стороны никто еще не рассматривал ее так, как это показал нам Иисус. Евреи воспитывались по-другому. По такому правилу око за око, зуб за зуб. Но Иисус же сказал нам нет. Он сказал, я даю вам новую заповедь. Раньше никто не знал, что можно любить так, как показал нам Иисус. Незадолго до того, как Иисус поделился с нами этой заповедью, в горнице произошло нечто. Такого никто не ожидал тогда. Итак, откройте свое сердце. Отец, мы благодарим тебя. Мы пришли к тебе, и я молюсь, чтобы наши глаза видели нужды других людей, чтобы наши уши слышали голоса зовущих на помощь, а наши сердца откликались на зов. Отец, я молюсь, чтобы мы вышли отсюда с готовностью менять этот мир к лучшему. Пусть сила твоя струится через нас, и все увидят, что мы посланы в этот мир к тобою. Отец, я молюсь, чтобы твоя любовь была в этом доме как никогда, чтобы здесь жило прощение и любовь, чтобы здесь люди находили спасение, и исцеление. Отец, я молюсь, чтобы твоя любовь тронула наши сердца, и мы смогли делиться ею с другими. Господь, тронь наши сердца своей любовью, своим присутствием в нашей жизни во имя Иисуса Христа. Аминь. отец, Продолжение следует...